МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Народных избранников должны превратиться в конкретные дела. В числе первоочередных наращивание экспортного потенциала, решение социально-бытовых проблем, обозначенных избирателями, и развитие инфраструктуры города. Мы в качестве кандидатов в депутаты ходили по квартирам, проводили встречи с населением. Нашими жителями, минчанами, были высказаны ряд проблемных моментов, которые сегодня их волнуют. Это качество благоустройства наших дворов, это проблема жилищно-коммунального хозяйства. И главная задача депутатов Мингрессовета данного созыва, это, конечно, решение каждодневных вопросов наших минчан. Мы будем использовать различные формы, начиная от электронных адресов, где любой минчанин может задать вопрос или поставить какую-то проблему. И встреча – это настолько эффективная форма работы, которая поможет решить все проблемы и района, и улицы, и того или другого дома. Это благоустройство района Каменная горка, обеспечение транспортного снабжения, улучшение транспортного снабжения, обеспечение и, конечно, увеличение мест в детских садах и школах. И в этот раз мы эти вопросы все будем обсуждать. Что стало преградой на пути к знаниям на улице Одинцова? Как в столице дисциплинируют водителей? И где появился памятник первым городским весам? Ответы на вопросы у нашего дежурного по городу Анастасии Винчо. Вместо зарядки по утрам своеобразные физические нагрузки поджидают маленьких минчан по дороге в детский сад и школу. Идти по разбитому асфальту на улице Одинцова неподалеку от дома номер 13 все равно, что проходить сложную полосу препятствий. Особенно непросто приходится здесь детям. Маленькие минчане не в силах переступить огромные ямы, которые поджидают их на каждом шагу. Видимо, местные коммунальщики специально не чинят пешеходную дорожку, чтобы школьники разминались по утрам. Для детей и для нас, родителей, это, конечно, головная боль. Каждое утро, особенно когда погода плохая, то все превращается в грязь. Но мы своих сюда не отпускаем играть, потому что боимся за детей, потому что им нужно споткнуться, упасть. Островок безопасности должен быть в первую очередь безопасным. Именно поэтому здесь установили специальные столбики-ограничители. На пешеходном переходе неподалеку от 137-го дома по улице Максима Богдановича особо наглые водители частенько попадали в ДТП. Дело в том, что некоторые автомобилисты любили не доезжать до ближайшего перекрестка и разворачивались прямо на пешеходной зоне через островок безопасности. Страдал светофор, его тут сбивали не раз. Сейчас же безответственную тенденцию пресекли столбики-ограничители. У антиразворотных конструкций металлическое основание и пластиковая накладка. Правильно сделали, потому что разворачивались. Здесь дети ходят, моя внучка ходит в школу. Было опасно ходить. В деле важна точность и простота. Памятник первым городским весам появился на Площади Свободы. Более полувека назад в этом самом месте наши предки взвешивали товар перед тем, как купить его. Именно в этой части Старого Минска располагались торговые ряды. Огромные весы, а также сама метрическая система того времени появились в городе благодаря получению им магдебургского права. Новая скульптура как раз посвящена этим важным для столицы историческим событиям. Композицию уже успели оценить горожане. Очень прекрасно, что вы нас вспомнили, что у нас было когда-то магдебургское право. Конечно, все новое, это хорошо забытое старое. И очень хорошо, что у нас появилось еще одно место в Минске, куда можно приводить туристов, гостей города. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайте tv.byu и в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии единица 600-700. И помните, нам важны подробности. Три дня без транзита. 2, 3 и 6 апреля автомобилистам придется кардинально изменить свой маршрут. Движение и парковка всех видов транспорта по улице Интернациональная от Энгельса и Даянки Купалы будет ограничено. Временные неудобства связаны с заменой дорожного полотна. Уже 7 апреля автовладельцы смогут оценить новое асфальтовое покрытие. 2 и 3 апреля с 10 часов вечера будет ограничено движение всех видов транспорта, а также парковка автотранспорта на улице Интернациональная от улицы Энгельса до улицы Янки Купалы. 6 апреля с 6 часов утра также будет закрыто движение по улице Интернациональной и ограничена парковка. Специально выбрано такое время. Работы будут происходить в ночное время, когда в городе в основном нет транспорта. И выходной день, воскресенье, чтобы не создавать лишние пробки, чтобы люди успевали доехать на работу. Молодежь за здоровый образ жизни. Накануне Всемирного дня здоровья минские школьники поделились идеями, как бороться с алкогольной и наркотической зависимостью. Более десятка креативных проектов по профилактике пагубных привычек сегодня презентовали на конкурсе лаборатории здоровья во Дворце детей и молодежи. Лучшие разработки ребята уже воплотили в жизнь. Наш проект направлен на то, чтобы люди одумались, в основном подростки одумались и поняли, что может где-то не просчитались и совершили ошибку. Наш основной проект – это против алкоголя, что в нашем возрасте не стоит употреблять даже маленькое количество алкоголя, потому что это вредно. В летопись города. Кому или чему минчане поставили был памятник, наши корреспонденты узнавали в сегодняшнем опросе. С олимпийским призером Даши Домрачевой, которая принесла нам целый триггал. Матерям многодетным, у меня, кстати, и моя мама многодетная, у нас шестеро, вот, так что это большой подвиг. Я думаю, что Всеслав Чародей, он правитель Полоцкого княжества и достаточно успешный, поэтому считаю, что нужен памятник ему. Я всегда считала, что спортсменом каким-нибудь, вот, да, спортсменом. И не обязательно, допустим, белорусским, да, то есть российским. Женщинам, посвятившим своим детям, ну, не знаю, матерям, ну, что первое пришло на ум. Я бы поставил памятник нашим воинам, которые защищали нашу Родину. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом работала Юлия Зыкова. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова